Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поедем в одно очень интересное место. Раньше я часто делал такие видео. Это было в основном, когда я начинал только вести свой канал. Мне все время хотелось показать вам своих друзей, показать мастерские. У нас в Ростове очень много мастерских. И много кто чем занимается. Куча всяких разных изобретателей, вроде меня. Ну и еще того парня, который в наших гаражах, которого постоянно все ищут, знают, что есть изобретатель. Но пока не нашли. Ну ладно, не в этом дело. Сегодня поедем в мастерскую и я покажу вам еще одного. Захватили заодно разварки. Попробуем их подобработать немножко. Наконец-таки приехали мы в гости к ребятам. Приглашали, наверное, год или полтора года назад. Потом связь была утеряна. Сейчас вот опять найдено и доехали. Чтобы оно не лежало просто. Я дарю, чтобы оно не лежало, чтобы была какая-то у него жизнь. Чтобы не было металлоломом. Жизнь, похоже, дошла до него. Он встретил своего героя, этот двигатель. Это точно двигатель. Я думаю, что это турбостартер. Ты смотри. Мы что-нибудь придумаем. Красота. Видимо, что мы всё от пескоструем и зацинкуем тебе под порошковую покраску. Гарантия будет минимум лет 10. А я вот тащу первое свое изобретение, с чего начиналась вообще реактивная тяга на канале. Можно будет сравнить. Потому что я практически хотел добиться примерно того же, что у ребят. Это тоже прототип, да? Да, это принцип действия. Он просто разбирается легко. В общем, сюда подается воздух в количестве 5000 литров в минуту, 7 атмосфер. Сюда углеродистое топливо, керосин либо дизельное топливо. Здесь в этом случае можно подавать. Есть материальная трубка под абразив. Он работает в напорном режиме. Вот этот аппарат уже новой модели. Это эжекционного типа. У него уже абразив либо цинковый порошок продается за звук, за реактивной струей. По сути, это прямоточный жидкостный реактивный двигатель. Не пульсирующий, а ПЖРД. Это очень интересно. Я вот что-то такое тоже пытался сделать. Воздух сначала обходит через охлаждающую трубку, а потом уже попадает непосредственно в жаровую трубу. Жировая труба и жаропрочки у тебя? Это всё прототип был, чтобы поработало часов 5, чтобы можно было понять вообще, как оно себя поведет. Вот это уже четвертая модель, причем уже коммерческая. Это уже можно бить 004. Коля говорит, звук будет чудовищный. Интересно, он такой же чудовищный, как мои или нет? Сейчас перед запуском небольшой обзор, что это вообще такое. В двух словах, какая здесь скорость выходная? На каком давлении работает? И вообще, что это такое? По сути, это прямоточный жидкостный реактивный двигатель, который от компрессора подается, от винтового, вот он дизельный компрессор. Подается сжатый воздух в количестве 5000 литров в минуту при давлении 6-7 атмосфер. В камере сгорания смешивается это всё с дизельным топливом. Воспламеняется свечой. И уже все отработавшие газы выходят через сферозвуковое сопло, так называемое сопло лаваля. Сейчас при запуске будет видно, где уже образуется уплотнение в количестве 5-6 дисков маха. Это где-то порядка 1500 метров в секунду. Скорость звука на данной высоте 340 метров в секунду. Там плюс-минус, могу ошибаться. Но там еще скорость звука немножко зависит от самой среды. От разряженности, от давления. Тем не менее, здесь около пяти колец маха, друзья. 5-6, можно посчитать. Это очень серьезно. Здесь у нас насосы стоят для керосина либо солярки. То есть на том работает аккумулятор для запитки и, так сказать, канистра с топливом. Здесь у нас винтовой компрессор на 5-6 атмосфер 5000 литров в минуту. Сейчас жидкого дадим. Насос пошел. Давление топлива есть. Стартуем. Стартуем. Стартуем connect родителя ту…" Продолжение следует... Коля, ну глуши её, охлаждай. Я не знаю, сколько их у нас здесь, но очень много, по-моему. Кого? Дисков Маха? Изобретателей. Тут целый клуб. Российское общество изобретателей и рационализаторов. Вот так мы и живём. Ребята, уже собрали пистолет. Сейчас будем пробовать пескоструить. Именно для этих целей эта штука и нужна. Тут уже несколько дисков готово. Друзья, смотрите, что получается. Какая-то роскошь. То есть это уже от пескоструйно и покрыто цинком. Это обычный пескоструйно. Это как обычно, напорная установка, сопло 8 миллиметров, 6 атмосфер, 6-7. Расход также 5,5 тысяч литров в минуту. 0,3-0,5 миллиметра. Работаем миленьким, чтобы не повреждать диски алюминий, чтобы поверхность была качественная, нерванная. Это, друзья, обычный пескоструй. Я ещё попрошу ребят, чтобы тот показали, как работает газотурбинный. Даже без турбины. Воздушно-реактивный. Пылью не дышит, он уже очищен и подготовленный воздух. Ну а все круто. Мы за здоровье правим. Шлем подается в воздух, очищенный без пыли. Избыточное давление. Ничего извне не проникает. Круто на самом деле. Ну вот и все. Довольно таки быстро. Вот как оно выглядит. Все сверкает. Сейчас еще ребята цинком покроют. Вот она установка. Мы ее потом чуть более подробно рассмотрим. Я вообще оставлю, друзья, ссылку на Колин ВК, на Колин канал. Если вам любопытно вся эта тематика, можете зайти посмотреть, полюбопытствовать все это дело. Все самодельное. И как видите, работает. Пока что очень круто. Мы еще воздушно-реактивную не оценивали. Но Коля говорит, что это надо на каких-то больших площадях оценивать. Иначе можно будет не понять. Вот что-то вроде катера, что-то вроде чего-то мега ржавого. Не так все просто, короче говоря. Так что вот пока оно свеженькое, свежее от пескоструйное. Можно заодно цинком покрыть. Потом, если где-то царапанешь, рыжики не будут появляться. Ржаветь не будет в том месте, пока весь цинк не уйдет. Но это все знают. Только есть гальваническое покрытие цинком, а это, так сказать, механическое. Ого! Слушай, а так по виду и не скажешь, что она так круто работает? Я как этот огонь увидел, что я обалдел. Если зарядить медную проволоку либо бронзу, можно декоративную. А я почему-то думал, что она порошком, она вот прям проволока идет и все. А тут две проволоки или как? Они разные? Поступает воздух в количестве двух с половиной кубов. При открытии экрана, значит, у нас начинает работать турбина. Червячный механизм затягивает две проволоки, значит, они начинают двигаться навстречу друг другу. Вон сварочный. Значит, здесь, да нет, там 60 вольт. Нормально? 60 вольт, да. Значит, сварочный источник. Выключи эти сварочные. Две проволоки встречаются и вот еще с сопла вылетают вот эти как раз 500 литров на турбину, 2000 литров на шестом сопле разгоняют вот эти частицы. Как бы эффект плазмы поступает и уже вот этот, получается, мелкодисперсный порошок, его, кстати, так и получают путем распыления, да. И пока он горячий, имеют скорость от дурения о металлическую поверхность, он уже намертво влипает, создается композиция металлов. Биметаллическая. Я, собственно говоря, не думал, что это так все получается. Причем еще... Причем оно адски от дуга там держится. Напильником, пожалуйста, он не оторвется никак. Причем он еще на электрохимическом уровне потом в диффузию вступает уже с черным металлом. Причем вот такая вот технология. Можно красить, адгезия будет изначально и нет ограничения по... Шероховатое сразу адгезия. Да, нет ограничения по объему. Допустим, какую-то железнодорожную цистерну, какой-то негабрит, то, что в ванну... В вальванику. Вальванику и в горячую тоже. Представляешь, какой тигель надо, чтобы что-то в горячую выкунуть. Оно будет нагреваться по 200 градусов при запекании. И в парамеризации еще больше диффузия будет с цинком. Ну а это, друзья, холодное газодинамическое напыление. Я такое видел только в ютубе. Вот видите, как все здесь просто выглядит. То есть здесь можно прямо напылять слой металла. Это вот когда нельзя греть, когда нельзя там вот как-то деликатно надо сделать. Можно восстановить промоины в ГБЦ. Можно загерметизировать радиаторы алюминиевые. Те, которые тонкостенные, которые не паяются, не варятся аргоном. Сам порошок. Это сам порошок. Это смесь алюминия, цинка и корунда. В нужных пропорциях. Корунда, допустим, идет 10 микрон. Алюминий там 20 микрон. Цинк 40 микрон. Это микроситом все это делается. Он фирменный, причем это в Обнинске производят его. Самому такое делать нецелесообразно. Я видел, что на том аппарате примерно так оно и делается на предыдущем. Там проволока из проволоки преобразуется в порошок. Я имею в виду в пыль он там превращается? Да, там в пыль из проволоки. Но здесь смысл, что за счет добавления корунда может нарастать слой. Причем не в неограниченном количестве. Можно хоть сантиметр нарастить. Сейчас покажем в работе. Как-то давно просто видим в интернете. Состоит из блока управления, температурный контроллер, шим регулятор для вибрационного дозатора. В общем вот эта штука, вибрационный дозатор, он в общем сам порошок и дозирует. За счет вибрации мотора, за счет колебаний. Да, вот сюда засыпается сам порошочек. Сейчас мы кстати его и засыпем сразу. Засыпаем порошочек. После нажатия кнопки начинает работать вибромоторчик. И постепенно, аккуратненько просыпается порошочек у нас в ижекционную линию. Которая уже доходит вот сюда и уже разгоняется в разгонной трубке. А здесь давление какое? Здесь давление тоже порядка 7-8 атмосфер от вот этого 500 литрового компрессора. Это производительность. Здесь у нас стоит нагревательный элемент мощностью 3,2 кВт. Собственно он воздух разогревает и уже под давление он вылетает здесь из сопла лаваля. Смешивается уже с порошковым материалом. В разгонной трубе разгоняется и после ударения твердой поверхности уже становится одно целое. Сейчас собственно в работе и покажем как это все работает. Мы значит им что делаем? Мы на машинах какую-то ювелирную пескостройку им производим. И тут же наращиваем сквозную коррозию, вылечиваем и рыжики цинкуем. И даже без ЛКП, без лакокрасочного покрытия это ходит пять лет. Допустим у человека денег нету. Мы марки записочили, зацинковали и человек пока катается. Чтобы не было сквозных дыр, которые пешком можно заходить. Запустили аппарат. Идет набер цена, который внутри находится. Как 200 наберет, будем стартовать. 3,2 киловатта цена внутри. Погнали пробовать. Это тихо работает относительно. Отверды очищены, да? Цинк точится. Цинк-алюминиевая смесь. Вот слой мы сделали антикоррозионный. На порядка 50-60 градусов нагрелось. Но мы на машинах арки проходим, чтобы краску не вздуть. Мы боремся с коррозией. Я думал, что это сильно сложнее всё. Я думал, что это дорогие установки. А вы не планировали сделать лазерную установку, как китайцы сделали? Или не китайцы? В Китае 5 миллионов эта установка стоит. Вот так лазером берут. Я думаю, что это следующий шаг будет. Следующий проект? Будем двигаться в этом направлении. Это очень дорого. Требует больших вложений, но я думаю, что дорастем. Уже листик подготовлен. Засыпан песок. И можно пропесочивать. Цинк. Это порошковый цинк ПЦР-1. Песок. Порядка 40 микрон частицами. Тяжелая артиллерия. Вот оно как специально, хорошо ржавое. Идут последние приготовления. Главное, чтобы не подстрелили меня этой пушкой. Я как раз на линии огня стою. 怎麼辦? Дальше. А точнее од罪. Теперь вы себе. Главное, чтобы разъемий лай пушкой на его. Руки ходят в центр. В зам restaurants. Рукиỉ подъем остальные активные обработки. Так, пошел сын. Вот как оно получается. Почти прожгли дырку, выдуло металл, металл разогрелся. Вот как оно получается. Видно, что моща адская, конечно. Все под открытым небом, как в деревне, как в Кинзадзе, еще и пепелац там какой-то стоит. Вот пепелац уже какой-то здесь. Пески, класс. Ребята сказали, что можно лодочку здесь, если что, будет припарковать турбореактивную, друзья. Видите, но это прудик, да, он не сочетается? Он искусственно получился, но он через камыши только, да? Да, вон, смотри, вон они, черепахи, да тут прям пляж какой-то настоящий. Ну вот такие вот у нас тут ростовские изобретатели. Я ссылки оставлю в описании. Кому интересно более детально ознакомиться, можете перейти и ознакомиться. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.